Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 7 ноября 2020 года. Поздравляю всех советских людей с праздником Великой Октябрьской Социалистической Революции с 103 годовщиной Великого Октября. И в этом видеоролике я вам показываю наши разборки в МФЦ по поводу подлог документов, по поводу отказа одевать маски, проводить термометрию. У нас вызвали полицейских, уже нам знакомых, по кафе «Макдональдс», там «Бургер» на метро «Бабушкинская». Это МФЦ тоже относится к Бабушкинскому району. Здесь есть интересная информация, которая может быть полезна многим. Ну, по крайней мере, как общаться, как себя вести и о том, что есть подлоги в наших документах в МФЦ. Так что нам всем надо это всё проверить, что они там нам позаписывают, что они там нам меняют в МФЦ, в наших документах. Они потихонечку проводят подлоги. Паш, вы-то у нас с собой? Да. В твоей квартире вы прописаны, вы собственные. Вообще, это же медицинское вмешательство. Нет. Я не даю согласия. Я думаю, сама верю, я дееспособна. Я сама могу. Я вас не могу, да, пропустить. А покажите приказ, указ. Ну, вы же на чём-то основании смирите температуру. А вы знаете, что мэр, это высшая исполнительная власть, а не законодательная. По уставу города Москвы, статья 5. Мэр является именно исполнительной властью. Ну, что, как вам сказали, как мы... А где здесь написали? Там, вставите, пожалуйста, у меня ребенок мое. Да, конечно, конечно, мы пока будем смотреть. Устав города, да, вам там. У нас речь не будет. У нас достаточно времени. А где тут в конце-то? Сейчас мы подойдём, спросим. Ага. Это товары. Давай, сейчас она... Это спросим. Покажешь? Нет, а я сейчас... А у нас это тоже... Хотя бы у нас решение, как это было. Плюс там, как это не понравилось. Я бы писала, что надо термометрию нам замерять. Серёж, дай-ка мне сустав города Москвы. Термометрия – это добровольное медицинское вмешательство. Человек должен дать добровольное согласие. Вы можете просто предложить. Они вас не ознакомили? И с каких пор у нас мэр города стал нам писать медицинские какие-то... Он что, врач у нас, Собянин? Хочу сказать, что это всё было долго и нудно, поэтому я буду вырезать паузы или убыстрять их. И покажите, пожалуйста, что именно вы должны мне измерить температуру, что у вас есть медицинское образование. Ну, так это же девочка, ну это смешно просто. То есть, понимаете, вы сейчас превышаете свои полномочия. То есть, у вас есть круг обязанностей прописанных, за которые вы не имеете права в рамки выходить. Если вы выходите за эти рамки, значит, вы превышаете свои полномочия. Они вас просто подставляют, девушка. Понимаете, по закону вы нарушаете запрос. МФЦ обеспечивается измерением температуры дела. Заявители, приходят и что? Ну, как это понять, это предложение? Обеспечивается. Как его обеспечить? То есть, мы обязаны раз в УАЗ 5-й температуру. А где написано, что здесь обязаны? Да, где написано обязаны? Это раз, а вот посмотрите, вот пятая статья органа государственной власти. Это устав города Москвы. Вот смотрите. Ага, вот. Высшим должностным лицом города Москвы, возглавляющий высший исполнительный орган государственной власти города Москвы является мэр Москвы. То есть, по уставу города Москвы. Вы знаете, что устав города Москвы, это тоже закон, который мы обязаны выполнять. Как видите, я знаю, на городе Москвы? Вот. Здесь по закону написано, что он законно не имеет права выпускать. То есть, он исполнитель только. Высший исполнитель. Это для вас, а не для нас, понимаете? Это они для вас пишут. Вы можете предложить. Это не документ. Здесь нет ни подписи, ни печати. Это вообще ничего. Это не писать из портала Мосточка. Да, он все официально по голосам. Ну, а печать-то где покажите? Ну, то есть, вот это тоже взято. Вот смотрите, вот это тоже взято. Это устав города Москвы. Документ должен быть подписан и в печать. Это не мэра города Москвы. Но он не имеет права. У вас нет приказа, у вас просто... Они ни за что не отвечают, понимаете? Вас натравливают на нос и ни за что не отвечают. Там нету печати, там нету росписи. Это просто бумажка. Я тоже могу вам точно так же плюсить. А это мы уже в кабинете у начальницы МФЦ, которая нам показала Филикины грамоты, якобы там сертификаты, которых нет ни подписи, ни печати. Вот сейчас она на нас вызывает полицейских в данный момент, потому что она ничего не смогла сказать, ничего не смогла ответить. Еще в этот момент Светлана ей показала, что там какой-то непорядок с документами. Вот после этого пошел вызов полиции. Да, ПЦ Рыни-Бабушкин. Новикова Маргарита Верина. Пойдемте расслабить в республику. А документы, которые на маске и перчатке, захватите, мы им покажем наряду полицию. Я захочу наряду полиции покажите решение. Нет, не случай необходимости. Не случай необходимости. Вы же нас обвиняете. Пожалуйста, я пошла. Пожалуйста, захватите. Приходь, пожалуйста, подойдите ко мне. Я сейчас тут к полиции буду ждать. Что мы не хотим маску и перчатку одевать. Без документов. Здравствуйте. 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 А можно вот задержитесь, пожалуйста. Мы свою, скажем, версию. Мы попросили предоставить опять-таки документы. То есть мы не отказываемся? Мы не отказываемся ни от чего. Это клевета. Это клевета. Да, мы просто попросили документы, чтобы нам предоставили сертификаты на градусник. И документы на основании чего проводится термометрия. И нам никто ничего не предоставил. На самом деле разрешение, чтобы было официально. Все документы и сертификации, которые у нас предоставили, нам показали совершенно... Нам предоставлены. А я вас попросила. Вы взяли их? Вы их взяли, которые вы нам показали? Вы можете обратиться в наш аппарат. Девушка, покажите. Вы же вызвали наряд полиции. Покажите, пожалуйста, эти документы, которые вы нам представили. Посмотрите, пожалуйста, что это не документы. Нет, вы возьмите в руки, посмотрите, что это за документы. Не знаю приказа. Не знаю приказа. И еще вот такой вот у меня... По закону, значит, термометрию должен делать кто? Врач. Врач-медик. Мы попросили документы, чтобы вот эта девушка предложила нам сделать термометрию. Мы попросили у нее документы, чтобы она имеет право, что у нее есть полномочия. То есть у каждого есть какие-то полномочия, правильно? У вас свои полномочия, которые вы входите в рамки. Вот у этой девушки мы попросили ее полномочия, имеет ли она право, понимаете? Я с вами сейчас приеду Чускова, мы будем дальше разобраться. Поэтому мы не против, опять же мы говорим, что ребята, ну мы живем в стране правовой, правильно? Государство у нас правовое, надо выполнять законы. Законы не мы только должны выполнять, но организация тоже должна. Которые предоставляют услуги, они же услуги предоставляют. Понимаете, почему им разрешается нарушать законы, а нас почему-то... А от нас нас требуют. Кстати, тоже нарушать законы, а мы не хотим в этом участвовать. Конечно. Может быть здесь власть поменялась, я не знаю, может быть какой-то переворот идет. Мы не хотим этого ничего, мы хотим нормальных законов государства, нормального законов. Почему тогда законы Российской Федерации не выполняются? То есть люди нарушают законы Российской Федерации. И мы против этого, то есть мы требуем, чтобы только выполнялись законы Российской Федерации. Что написано, ребята, ну выполняйте. Не мы же писали. И не только к нам эти законы относятся, но и к вам. Прежде чем вы от нас что-то требуете, вы должны ставить... Основания предоставить. Основания предоставить. То есть девушка сказала, оденьте. У вас есть, девушка, предоставьте ваши полномочия. И документы. Документы и полномочия, в рамках чего вы имеете право. Кто имеет право требовать. Сейчас проеду цифровую, и вам дальше разбираться по полномочиям и все прочее. Согласитесь. Всех остальных нарушений. Нет, согласитесь. То есть мы, опять же, говорим, что мы не против... Нарушения в чем? У них нарушения. Совершенно верно. Вы считаете, что у них нарушения? Нет, но мы не против. Но мы пришли сюда, получите услугу, хотим документы. Нам не предоставляют. Они нарушают, правильно, нарушили наши права, законы. Вы не представили? Покажите бумажки, это не сертификаты. Там написано, я вам еще говорила, я посмотрела внимательно с вашими бумажками. Вы сейчас оказываете психологическое давление на меня, вы лжете сейчас. Вы сейчас говорите неправду. Она не разъясняет, она меня перебивает, во-первых. Нет, дело в том, что... Ну почему, ей можно говорить, а мне нет? На вас никто не оказывается говорить, кто вам задает? Ну она же сейчас перебила меня. Нет, опять же, полномочия. Опять же, полномочия, пожалуйста. Где эти полномочия у девушки, которые она требует маску? То есть в законе, даже в том же законе, который нам показали, это не закон, это указ, указ, да, был? Указ. Там должно быть прописано, кто имеет право требовать, кто имеет право, кто имеет полномочия. Понимаете? А то у нас тут не пойми, что происходит вообще. Значит, любой человек может встать и требовать... Что хочет? Любой бумажкой? Показывать любую бумажку, не подписанную, без печати. ...темы требовать, чтобы они одевали маски... Лизгинку станцевали. ...находить в государственном бюджетном учреждении. Нет, вы слышите, о чем я говорю? Что вы должны подтвердить полномочия свои именно... И ваши требования? ...и указы, на которые мы ссылаемся при получении государственного бюджета учреждения. Необходимо пройти термометрию, одеть маски и перчатки и пойти... Покажите документы. Документ это раз. ...за всеми документами ранее вы ознакомились. Вы лжете. Второе. Я прошу, вы не поняли, я же прошу, именно человек, который сказал, оденьте маску, у него должны быть эти полномочия. Последний указ мэра, где написано черным по белому, что за выполнение этого указа отвечает и контролирует именно мэр. Извините, ваша девушка мэр нашего города Москвы? Я надеюсь, она будущий мэр города Москвы. Ну, надеемся, когда она будет мэром, и мы будем очень рады, что у нас молодые люди прорываются в... И я думаю, что-то будет для нас сделать, она выйдет из Несов, она будет видеть, как мы тут живем, и что-то сделает для нас, для горожан. Мы будем только очень рады. Вот, и еще, вот я тоже, как бы, сказал, мы разговаривали тут. Вот, смотрите, есть город, устав города Москвы, да, у нас. Устав города Москвы... Устав города Москвы? Мы пока про устав говорим. Я на руководке. Ну, давайте посмотрим вначале, что написано в уставе, а потом про. Устав города Москвы. Вот, смотрите, статья пятая. Органы государственной власти города Москвы. Вторая. Высшим, высшим должностным лицом города Москвы, возглавляющий высший исполнительный орган государственной власти, является мэр города Москвы. То есть мэр города Москвы у нас является исполнительной властью. Понимаете? То есть, получается, в данной ситуации, ну, вот как-то... Ну, является органом исполнительной. Да, исполнительной власти. Он не законодательный, а исполнительный. То есть, законодательной властью города Москвы является Дума государственная у нас. Вот она законодательная власть, которая тоже в уставе прописана, понимаете? То есть законы города Москвы... Идет попирание законов и превышение полномочий. Могут только подписать наше государственное Дума города Москвы, понимаете? А источником власти в городе Москве являются жители города Москвы. Пока ждем, я вам это прочитаю, чтобы вы знали, что именно жители города Москвы являются... То есть мы источник власти? Источником власти, обладающим избирательным правом в соответствии с законодательством. А это все услуги нам оказывают? Они осуществляют свою власть непосредственно. То же самое написано и в Конституции. Вы плохо услуги оказываете? Вы вводите людей в заблуждение? Вы вводите людей в соответствующую жалобу? Давайте запишем жалобу. Конечно. И вот мы опять же, смотрите, мы разговаривали с руководителем, мы уже брали услугу у них, взяли. Мы взяли документы, почему мы вернулись, и мы вернулись задать несколько вопросов. Была взята выписка из домовой книги. В графе гражданства написано «Россия». Ребят, ну это у меня уже как-то возникает вопрос. Вообще мы с вами граждане Российской Федерации, правильно? У нас паспорта РФ, а при чем тут гражданство Россия? Вот смотрите, вот тут вот такую мы еще справочку для своих нужд взяли. Единый жилищный документ называется. Тут тоже есть данные о прописанных людях. Здесь есть такая вот услуга, ну не услуга, а графа. Место рождения. Давайте жалобу-то составим, чем мы временем. Вот смотрите. Устно. Конечно. Не, ну мы устно можем. Мы устно, а не пили. Да, вы запишите. Давайте запишем жалобу. Вот эти все нарушения, которые есть. Конечно, подлог документов. Там же в 76-м году гражданин Российской Федерации. Молодые люди, я хочу просто сказать. Вот смотрите, чтобы видите. Вот смотрите. Человек рожден в 76-м году. Ему пишут, что он, место рождения, Российская Федерация Москва. Как в 76-м году Российской Федерации не было? Как мы можем быть российскими? Это подлог документов. Как он может быть рожден в Российской Федерации? А за подлог документов у нас статья, вы сами знаете. Поэтому составляем на основании этого протокола. Теперь смотрите. Западок документов. Светлана Николаевна, рожден в 66-м году. Кемеровская, Новопузнец. Что такое Кемеровская? Западок документов. Она нам сейчас говорила, что, вот мы задавали ей этот вопрос, она говорила, что должны писаться, как в паспорте. Мы специально посмотрели, как в паспорте. Там написано Кемеровская область. А здесь написано, видите, что? Давай, Свет, говори. Светлана Николаевна Серебрякова. Паспорта у вас имеется? Ну, конечно. А ну, представляться. Давайте вы тут. Хотя не обязательно. 51-я статья. 51-я статья Конституция. То, что может не следить против себя или своих близких. Да, мы не можем против себя свидетельствовать. Я должен от кого-то принять. Конечно, нет, нет, все хорошо. Хорошо, хорошо. Мы не юристы, мы просто учимся. Будем спасать вас и ваших детей, ваших потомков и своих тоже. Мы переживаем за своих внуков, мы переживаем за вас. Вы молодые. Вы молодые. Что вам здесь будет? Они вас выгонят с этими мигрантами. Давай, скажи, прошу. А что она убежала-то? Ну, видите, и убежала сразу. Сама вызвала и убежала. Она же вызвала. Она должна присутствовать. На нее тоже надо это самое. Ну, Жень, отправь и все. Давайте ее позовем. Нужно тоже ее данные. Мы что, тоже нарушаем регламент? Ну, Сережа, отлично. Давай, давай, давай. Сейчас, рук. Ну, пока, быстро. Здравствуйте. Эти протоколы принесли, да? Эти бланки. Да, да. Участковые. Какие бланки. Бланки. Можно, можно. Вы тем более в масках. Как преступники. Медведев запретил ходить в масках. Только преступники ходят в масках, говорят. Бандиты. Да, можно в устной форме. Мы знаем уже. Устная, с ваших слов просто потом... Да, да, да. С нашей формы. Прошло еще минут 20. Ждем участковых. Все это довольно утомительно. Помещение очень душно. Помещение не проветривается, не убирается. Девушка на рецепшене все это время находится в маске, которую она не меняет, естественно. Она, кстати, нам не представилась, да? Она кто? Не представилась. Вот даже не представилась. Даже тут нарушение регламента. Передать какие конкретные можно повторить? Подлог документов. Первое. Подлог документов. То есть мы 19-го числа взяли выписку, то есть воспользовались услугами МФЦ Бабушкинского района, взяли единый величный документ и взяли выписку в домовой книге. При ознакомлении этих документов. Единый жилищный документ. Да, единый жилищный документ. И выписка из домовой книги. Тоже идет несоответствие, значит, написано. Паспортным данным. Плюс не указана область, не указан город. То есть тут заполняется с паспорта, в паспорте. По-другому написано. По-другому совершенно написано. Я считаю, что это подлог. Дальше, что мы здесь нашли. Значит, здесь написано, что мы заселены, вид заселения, частная собственность. В российскому законодательству у нас нет частной собственности. Вся частная собственность на жилые дома принадлежит городу Москве. Мы имеем только право на эту собственность, о чем подтверждает свидетельство. То есть у нас нет документов, подтверждающих нашу частную собственность. У нас есть документ, который подтверждает право на собственность. Это две разные вещи. То есть, понимаете, мы не знаем. И они через вот эти вот свои конторы, через заказание услуг, они, возможно, нам уже готовят отбирание квартир. И вам, кстати. Вы, кстати, тоже подумайте. Вы тоже здесь живете. Теперь еще вот такой вопрос, который, когда я его задала, она решила вас вызывать. До этого она не хотела вас вызывать. Вот смотрите, вот тут вот у нас задолженность. Вот смотрите, значит, мы ссудимся с управляющей компанией. У нас есть задолженность. Ну, когда мы взяли вот эту выписку, чтобы по задолженности, да, что у нас здесь вот возле администрации. Вот смотрите, значит, платежи. Вот платежи вот такие интересные. Смотрите, вот такая вот выписка, да, у нас вот выписка есть. Ну, это то, что нам приходит, правильно, на оплату. Вот смотрите. Кританция. Да, кританция. Вот смотрите, вот это вот, столбцы, вид, за что мы должны платить, правильно, должны соответствовать вот этой графе, правильно? Ну, если они, вот это вот идет о том, что мы платим, за что мы платим, сколько мы платим. То есть вот это вот и вот это должно быть одинаковое, правильно? Вот смотрите, холодная вода, ХВ для ГВ. То есть вот здесь этой графы нету. То есть они вписали вот эту графу сюда. Подлог документов. Это называется подлог документов. Дальше вот ГВ, ну, дальше горячая вода, все остальное. Дальше мы смотрим. Вот смотрите, молодой человек. 11, вот эти вопросы мы начали задавать, когда она не представилась, вот эта товарища нам. Поэтому я не знаю, как ее назвать по имени. Я бы с удовольствием по имени ее назвала, мы все граждане. Вот смотрите, вот смотрите, то есть я начала. Вот смотрите, 11 и 19, то есть это графы по месяцам, сколько мы должны платить. То есть 11 и 19, мне тут насчитали 86 тысяч. То есть получается за 11 месяц 2019 года 86 тысяч. То есть я начала задавать эти вопросы, но это подлог документов. То есть человек не сможет ответить, потому что я не знаю, как его звать. Представьтесь, пожалуйста. Я предоставила ценой, как Маргарита Юрьевна занести руководителем ПЦН. Маргарита Юрьевна. Очень приятно. Это будет показать государственные услуги, которые вы будете получать, если будем соблюдать необходимые требования. Так дело в том, что мы ее получили у вас уже. Некачественную, да. Поэтому мы пришли задать вопросы. Почему это вот, да, почему вот эти вот несостыковочки у нас в ваших документах, это раз. Второе, опять же, мы готовы к сотрудничеству, но на законах, основаниях. Документы вы не предъявили, основания. И основания надеть, вы не предъявили. Мы готовы, пожалуйста. А я фиксирую нарушение по 29-й статье Конституции. Мы написали жалобу. Что дальше-то делать? Вот как вот помочь гражданке, товарищи? Вот чтобы они и оказали качественную услугу. Да, этот орган будет разбираться. Вот после этой жалобы, да? Я не профессиональный орган. Скажите, вот эта жалоба, да, вот то, что мы написали? А, вы напишите рапорт, да? Все, надо зарегистрировать. Хорошо. А что дальше-то делать? Они так и квартиру отнимут, по-тихому. Спасибо вам огромное. Спасибо. За помощь гражданам. Спасибо. Нам так и не объяснили, с какой кстати мы стали гражданами России. Нам не объяснили, почему подложные документы здесь выдают. То есть, с какой кстати мы стали гражданами России. И с какой кстати человек, родившийся в СССР в 76-м году, родился в Российской Федерации. То есть, да, мы согласны, все это меняется. Но, извините, зачем вот какие-то понятия подменяются? Зачем подложные документы делают, вот так квартиры отнимают, вот так все делают. Теперь значит. Благодаря МФЦ. Все, все, тихо, все. А по поводу масок, да, опять же мы говорим еще третий раз, или четвертый, мы согласны. На основании того, что вот молодая девушка, которая стоит, у ней должны быть полномочия по закону. Полномочия. По поводу маски, мы сейчас будем уже в дальнейшем модельно разбираться. Это отдельно, да. Да, ну вот просто я как бы все... В данный момент мы ожидаем участкового, полномочия стали там, он будет всем заниматься. Он масками занимается, участковым? Он специалист по маскам? Ставляем материалы. И все прочее. Он долго будет еще? Долго ждать? Я оставлю так с вами, здесь его ожидаю. Понятно. Да, именно вот наш визит был вот именно вот по этим документам. Почему? Подложный документ. По подложным документам. Я вспомню, пожалуйста, информацию передам дежурным участникам. Да, конечно. Я зарегистрирую. Потому что случится чего-то, скажут, а куда вы? Вот придет этот документ в суд. Я, допустим, представлю, мне скажут, что подложный документ. Да, стать и оградить. За то, что кто-то мне этот подложный документ подсунул. Просто будет лучше работать, если у них не было умысла. А если у них был умысел, тогда здесь вообще... Я считаю, что это умысел. Я так же не понимаю. Нет. Пока это наше мнение, да. Пока это мнение. Это мнение. В этом надо разбираться. Если это вообще повторяется с другими гражданами, не только с нам, если это уже статистика, то это уже умысел. А если это просто ошибка какая-то, хотя она сказала, что им такую программу дают. Правильно я поняла, что у вас программа, в программе это все забито. Ну, значит, это уже и составление... Нет, 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 Сережа. Сделать себе ответственность. Сережа, дело в том, что, значит, уже в программу, когда вбивают в программу, делают, значит, там идет умысел сверху, получается, там, а это уже, ребята, ну, это уже серьезно. Есть умысел или нету, и вот, как раздражаться по часу. Ну, это понятно, естественно, естественно. Если будут еще сознательные гражданы, типа, вот, как Светлана, то можем разбираться. Если никого больше не будет, конечно, они нас просто свернут. Это будет соответствующий орган. Нет, мы поняли. Граждане должны сигнализировать. Граждане – это единственная власть здесь, источник власти, правильно? Мы же с вами вчера видели Конституцию, вторую статью. Мы здесь власть, мы – народ. Они нам должны служить, выполнять хорошо свои услуги. Они превышают полномочия. Мы соблюдаем, мы хотим законных оснований. Мы все, мы со всем согласны. Если это законные основания, то да. А если это незаконные, если нет документов, ну как так можно? Конечно, это же медицинское вмешательство по закону, по актам. По их же актам Роспотребнадзора. Просто из-за того, что люди поголовно неграмотные, и мы такие же были, мы тоже ничего не понимали. Но вы сами вызвали, мы общаемся. Мы ничего не нарушаем. Поэтому вот сюда, припотише, пожалуйста. Вы видите, как на себя ведет? Слуга народа. Простила, что шикарничка просто. Дело в том, что, понимаете, есть, значит, вы знаете, что все медицинские вмешательства по закону, опять же, российские, и разумные, только согласие. Добровольное. Добровольное согласие письменное. Понимаете? То есть опять же нарушается, опять же попираются. Они должны спросить согласие. Вот о чем идет разговор. Здесь просто меры для логических безопасностей. Это все. Законы должны быть. Документы. Сознательно все это делать? Нет, нет. Документы. Вот смотрите. Вчера, вот я вам объясняю, я не говорю, что вы должны были там стоять и караулить. Нет. Вот этот парень, у которого написано, что он повар, он стоял на выходе. Мы выходили. Это нормально. Это нормально, что у нас повары начали как медики выступать. Вот как гражданин. Вы пойдете к повару лечиться? Сознательно есть у него, у этого повара? Только сознательно есть у этого повара. Потому что никто не лечит. Термометрия, медицинская вмешательство. Вы просто не знали этого, да? Роспотребнадзоры. Это документы Роспотребнадзора, на которые мы все ссылались. Они нам потихонечку, вот это вот все, вот тут незаметно пройдет. Вот там незаметно пройдет. Все уже одели на всех маски. Дышите углекислым газом. Идет интоксикация мозга. Вы не знаете этого, что у вас сейчас там просто заражение идет? Вас заставляют портить свое здоровье. Ну, с вами здоровье за год. Ну, что-то хорошо. А мы думаем не только вот о вас, а вообще о народе. У нас есть сознательное, у нас у советских граждан есть сознательное отношение к советскому народу. Дело в том, что еще у нас... Мы родились в СССР. У нас есть внуки, и мы думаем, что дальше будет с нашими внуками, понимаете, если их попирать. То есть вот так. Это мелочи, такие мелочи незаметные. Но понимаете, что человек уже начинает привыкать. Ну, дворник измерит температуру, да бог с ним. Значит, вот был случай, я ходила к юристу, сидит, но она техничка. Она техничка, я говорю, она говорит температуру. А вы кто? Ну, не важно, не важно, она, 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 она техничка. Я техничка, я говорю, а какое отношение вы имеете вот к этому градуснику? Вы сейчас сидите, мерите у градусов температуру. Вы медик, у вас есть медицинское образование. Вы понимаете, что вы, то есть, понимаете, получается, что я тоже могу ходить с этим градусником в таком случае, и у всех мерить температуру по улице. Это же из той оперы, правильно? То есть, она сидит, и ее посадили мерить температуру, техничку, уборщицу. То есть, мы подчиняемся уборщице. Ребят, ну, это мы, вы, 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 подчинение уборщице, то есть, каждый день нас вот так нагибает. Мы не против, да, мы все понимаем. Ну, тогда пускай медика сажают с медицинским образованием, по закону. Все документы на этот градусник. Все, о чем проблема? А к детям, когда они подставляют вот этот пистолет ко лбу, это как вообще? Это к чему детей приучают в школах? Вот, мы обсуждали как раз письмо по Роспотребнадзору. Там вообще сказано, что детям никаких масок и никакой температуры. А в школах заставляют? В школах заставляют. Точно так же. А в школах заставляют? Да? А температуру? А температуру? А температуру мы в дом садим. Вот. Вот, мы, кстати, сейчас ей тоже сказали, что мы свои перчаточки, если что, и свой градусник. Мы ей сказали. Она решила вас вызывать. Вот, дело в том, что мы сказали, что мы всегда утромерим себе температуру. Да, мы дееспособные граждане. Вы смотрите, они нас записывают в недееспособных, понимаете? Конечно. Да. Если человек с этим соглашается, вот дает себе, америка, значит, он соглашается с тем, что он недееспособный. А у недееспособных ВТБ банка подписывают, что отнимают квартиры. Они нас под это подводят. Я знаю, у меня у знакомой она тоже, а у некоторых местах не живут. То есть, там козы непонятные какие-то еще. То есть, это подпирательство на затону. А это, это называется уже, извините, конституцию подпирают. Это уже конституционным переворотом пахнет. Не хочется, ребят, не хочется. Очень не хочется. Вы первые пострадаете. Конечно. Вас же первых бросят в костер. Поэтому помогайте нам. Вы наши защиты, поэтому... Вы должны первые стоять на защите, чтобы вот такие мелкие нарушения... А мы вам помогаем юридически. Вот у нас ответственность и у нас активная гражданская позиция. Сознательность та самая. Еще наша закалка советская. Потому что, потому что, вот... Потому что, нет, потому что все равно мы ждем пока, что стоять. Ну, там тоже разные люди были. Конечно. Вот мы у девушки спросили ваши полномочия, кто вам дал эти полномочия. У них должны быть эти полномочия где-то прописаны. Значит, в указе должно было написано, что Иванова, Петрова, Сидорова, либо какой-то сотрудник имеет право контролировать. Уже жарко. Ведь в указ последний, там прописано, что за исполнение указа этого он вечно согласен. То есть это что значит? Это значит, что именно только он имеет право какие-то претензии предъявлять, кто не выполнит. Так. Так. Продолжение следует...